Писатель-сатирик Вы можете изобразить людей, легко швыряющих деньги во все стороны? Ну попробуйте. Ну что вы мелочь швыряете? Ассистенты, принесите вот этому пачку долларов. Пусть швырнет, я посмотрю. Ой, ой, наш щедрый продюсер, кажется, уже держится за сердце. Да не бойтесь. Доллары? Вчера художник рисовал. Принесли? Спасибо. Так, художника сюда. Слушайте, Айвазовский, вы эти доллары с натурой рисовали? По памяти? Что вы только помнили, интересно? Что там президент США? Да, но не Буш. Вы бы тут еще его куриные ножки прилистовали. Кстати, где художник по костюмам? Где наш знаток высокой моды с окладом полторы тысячи рублей в месяц? Вы сценарий читали? Да? Вы когда вы читаете, предпочитает дорогие туалеты. Вы что имеете в виду? Что он ходит только в платные уборные? Почему они одеты, как бомжи, во всем ношенном, с чужого плеча? Что так написано? Нет, мой милый. Если написано «костюм от босса», это не значит, что ему хозяин дал поносить. Так, немедленно в бутик. Попросите какую-нибудь шикарную дубленку. Скажите, буквально на 10 минут ничего с ней не случится, отснимем и назад. Так, олигархи, идите сюда. Значит, кино наше называется «Богатые тоже скачут». Они скачут на лошадях к своим поместьям, понятно? Вот поместье, 6 соток. Продюсер, как всегда, сэкономил, для съемок свой участок дал. Не знаю, как тут лошадь поместится. А, ну это поместится, молодец. Опять сэкономил, пони привел. Вы бы еще осла для олигарха притащили. А это вот ваша лачуга, видимо, должна изображать виллу миллионера, да? Не, ничего, просто у Ленина в разливе шалаш больше был. Ладно, пусть это будет охотничий домик. Айвазовский, значит так, внутри быстренько перерисуйте какую-нибудь картину в тему. Ну, раз охотничий домик, что-то типа там, мишки в лесу, да, и пару-тройку каких-нибудь охотничьих трофеев. Ну, там, шкуры на стенах, желательно, чтобы со следами пуль. Знаете, это эффектно. Олигарх, идите сюда, рассказываю. Вы спешите домой, лошадь в мыле. Ассистенты, намыльте лошадь. Подождите, что это за выстрелы? А, это в доме, шкуры дырявят. Хорошо. Значит, вы спешите домой. У вас назначена встреча с деловым партнером, тоже олигархом. Понятно? Садитесь на этот пони. Что? А это не важно, что скакать не умеете. Скакать не придется, видите? Тут даже пони упирается с задницей в забор, мордой в дом. Вы будто бы уже прискакали. Все, снимаем. Так, олигарх, слезаем, идем в дом, входим. Стоп. Так, Айвазовский. Это мишки в лесу? Не, я вижу, тут подписаны мишки в лесу, фабрика Бабаева, девятый месяц. Что за девятый месяц? Они что, беременные, эти мишки? Какая дата выпуска? Вы с конфетой рисовали? А-а-а. Я просил один в один, но не до такой степени. А это что? Охотничьи трофеи? Милочка, ну вот шо вы свой лисий воротник на стену прицепили? Зритель шо подумать должен? Шо он за бабами охотился? Вы бы еще лифчики повесили. А это шо за шкура вся продырявленная? Немецкий кабан? Отлично. Вот это молодцы, надо же, немецкий кабан. Это вы такой знаток? А как узнали? А, он сценником был? Вот Германия. Вот аккуратисты. Вот и даже кабаны по лесу с ценниками... Подождите, какой ценник? Где он? Черт слепой. Нет, не дольче кабана, а дольче кабана. Вы дубленку изрешетили. Мы на 10 минут взяли. Ассистенты, держите, продюсера, отнимите у него ружье. Я тут сдохну от вас. Так, олигарх, идите сюда. Вот вы пришли домой, партнер задерживается. Вы пока коротаете время перед телевизором. Да, смотрите на игру английской команды, которую он недавно купил. Нет, не перед этим рекордом. Нет, нет, не надо. То, что нам продюсер предлагает, нам перед огромным, в полстены, с плазменным экраном. Что такое, где врач? Продюсеру быстро, вот он синеет. Что вы так испугались? Не хотите затраты, я все придумал. По телевизору окно замаскируем. За окном настоящие футболисты бегают. Да успокойтесь, никого мы из Англии не выписываем. Мы наших в синей футболке переодели. Все готово, мотор. Так, олигарх смотрит в окно, футболисты пошли. Стоп, не, ну это невозможно. Но они же по мячу попасть не могут. Но я же просил, не брать никого из российской сборной. Давайте так, без мяча. Конец тайма, они просто уходят на перерыв. И тут приезжает второй олигарх. Где он? Так, объясняю задачу. Представьте, вы хозяин жизни. Вы только что выислили из шикарной машины. Покажите, как вы это делаете. Что вы за поясницу держитесь? Вы так обычно из машины выходите? На карачках? Нет, я же говорю из машины, не из АТИ. Из какой машины? Машина немецкая, гольф. С чего я взял? Из сценария. Вот написано, поле для гольфа. Целое поле для нее, большая машина. Вы когда-нибудь вообще видели ее? Нет? А я даже ездил. Нет, не мимо нее на трамвае, нет. Поле для гольфа. Что там дальше? Идет с двумя клюшками. Давайте двух клюшек в кадр. Вот эту в мини-юбке и ту с длинными ногами. Ага. Он, оказывается, с ними в ссоре. Вот тут написано, хватает одну клюшку, бьет. Так. Входите в дом. Радушный хозяин видит вас и кричит слугам. Амаров, шампанского. Стоп. Кто это вошел в халате и в тюбетейке? Какой Амаров? Какой слуга узбек? Нет тут сценарий никаких узбеков. Это моллюск. Вот написано, они отрывают ему клешни. Вы решили, что узбеку Амарову клешни отрывают, да? За то, что он теплое шампанское принес. И что это за стол? Это олигархи встречаются или бомжи? Накройте побогаче. Тут сценарий написано на столе. Икра, осетр, поросенок с яблоком в зубах. Что там этот продюсер вякает? Выйдем из сметы? А что у нас по смете? Только яблоко. И что вы предлагаете? Да, вот как. Просто, чтобы они себя похлопали по пузу и сказали, ой, объелись, какой вкусный был осетр. Ага, а на стол рыбий скелет положить в помойке, да? Нет, мой дорогой, так не пойдет. Сделаем так. Кладем кильку, снимаем крупным планом, будет осетр. А вместо поросенка... Где каскадер Гаврилов? Раздеть на стол. Ну, нормально, он и так похож. Но вылечить для полного сходства дайте ему яблоко в зубе. И зеленью его забросать, чтобы только морда торчала. Итак, господа олигарки, я объясняю задачу. Вы не торопливо беседуете. На еду практически не обращаете внимания. Вы все это много раз видели. Вы равнодушны даже к черной икре. Я говорю, равнодушны. Не надо драться за нее. Но не надо в нее лезть половником. Вот сейчас хорошо. Сейчас хорошо. Взял в рот, сморчился. Выплюнул на пол. Сейчас верю, что вы равнодушны к ней. А почему икринки с таким грохотом по полу катятся? Это дробь двенадцатый номер. Итак, минуточку, Гаврилов. Не надо жрать яблоко. Ну что, к съемке готовы? Стоп. В кадре голый Гаврилов. Зачем вы слопали всю петрушку, которую вас забросали? Вы же поросенок изображаете. Что? Да, я сказал, что вы и так похожи. Да, поросенок может быть и без зелени. Но не с татуировкой на заднице. Зелени больше нет? Засыпать гречки до самого пятачка. Лучше сырой. Да. Итак, господа олигархи, у вас диалог. Естественно, смотрите друг на друга. Я говорю, друг на друга, а не на Гаврилова. Что там интересно? Гаврилов, не надо ползать по столу, выедать все закуски. Итак, вы беседуете. В это время на экране опять появляются футболисты. Но, естественно, без мяча. Просто идут с перерыва. Хозяин говорит, вот команду купил. Гость смотрит на экран, говорит, я смотрю, у тебя бабок полно. Что, каких бабок? А, так это бабки по полю бегают. Кто-то они по мячу попасть не могут. Ну да. Вот хозяин отвечает, бабок нарыть не проблема. Он их на кладбище накопал. А я смотрю эти футболисты как мертвые. Все, теперь все срастается. Будем снимать. Спасибо.